Яндекс.Дзен запустил проверку фактов на достоверность в статьях, которые пишут пользователи. Сам он проверять, конечно, ничего не будет. Проверять будут подрядчики, которых он привлек для этой задачи. Это ряд крупных СМИ. Но учитывая объем информации, которая ежедневно выходит на Яндекс.Дзен, проверять будут не все статьи. Проверять будут статьи только на социально значимые темы. Статьи, которые быстро набирают популярность. В статьях этих будут проверять цифры, факты, либо чьи-то цитаты. А это Кретов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте «нравится» и мы начинаем. И на первый взгляд схема выглядит довольно хорошо. Ну то есть, допустим, вы написали какую-то статью, вам бах ее и ограничили. Вы понимаете, что у вас есть все источники. Вы пишете апелляцию, да, там будет возможность подать апелляцию. Пишите апелляцию, ее рассматривают. Вы в этой апелляции ссылаетесь на источники, которые вы использовали. Авторитетные источники должны быть. К авторитетным источникам они перечислили, что относят. Это какие-то официальные документы. СМИ региональные, федеральные, может быть иностранные, но опять же тоже авторитетные СМИ, а не какие-то там подпольные тайные газеты. Энциклопедии, исторические документы, официальные статистические данные, какие-то, может быть, законы и решения суда, а также научные публикации, научные материалы. Опять же, научные в данном случае понятия нерастяжимые. Научные, это значит, всякие гомеопаты и другие уже науки, они как бы не относятся к списку авторитетных источников. Ну так вот, схема выглядит в принципе довольно логично, в принципе довольно понятно, вроде бы должна работать. Но меня смущают некоторые аспекты, которые были озвучены на Дзен-понедельнике. Что, собственно, меня смущает? Написал я статью, заправил ее цифрами, фактами, цитатами. Опять же, все это проверяется, но они говорят, что не проверяется личное мнение автора. И я, значит, выразил свое какое-то мнение на основе этих вот личных фактов. И вот что они сказали на Дзен-понедельнике, что будут проверять, насколько аккуратно вы передали эти цифры, факты и цитаты. Ну то есть, довольно расплывчатое понятие. Что значит аккуратно передал? Я, возможно, их дословно передал, ну как бы невозможно, а дословно и передал. А то, какие я выводы на основе этого сделал, это уже мое личное мнение. Но тут получается, что аккуратно передали такой вот лазейка такая вот, чтобы можно было забанить любую статью. Может быть, я, конечно, не прав. Ну, чтобы было понятно, что я имею в виду, я приведу пример. Допустим, какой-то ученый сказал, что мы во Вселенной не одни. Я такой увидел эту цитату, вставил ее в свою статью, и статья была о том, что во Вселенной есть пришельцы. Я не знаю, какой заголовок можно придумать для этого. «Пришельцы скоро появятся на Земле». Или вообще какой-нибудь заголовок. Ученые сказали, что скоро мы встретимся с пришельцами. И в статье в этой будет там множество цитат всяких ученых про то, что пришельцы, возможно, существуют, пришельцы, возможно, скоро будет контакт у нас с ними. Вот такие вот какие-то цитаты, вполне себе дословные, вполне себе точные. Но суть в том, что вот эта вот формулировка, насколько аккуратно вы передали вот эти вот цитаты и факты, она позволяет легко забанить эту статью. Это, конечно, гротескный довольно пример. Ну, то есть вы поняли, что я хочу донести. Мы берем какой-то факт, вернее, позицию, и под эту позицию мы подгоняем цитаты какие-то, какие-то там, может быть, высказывания, какие-то там цифры. И с помощью вот этой лазейки, насколько аккуратно я передал эти цитаты, можно забанить любое мнение. Может быть, я не прав. Посмотрим, как оно будет на самом деле. К счастью, как я уже сказал, проверяться будут только статьи на социально значимые темы. Социально значимые, значит, это статьи о политике, о том, что сейчас происходит в мире, исторические, возможно, какие-то статьи, которые могут повлиять на ситуацию в настоящем. Ну, либо также будут проверяться статьи, на которые очень много жалоб. При этом они говорят, какие статьи проверяться не будут. Это там личное мнение автора, о котором мы уже поговорили. Художественный вымысел, сатира. Это все типа не будет проверяться, но даже там есть оговорки. Ну, то есть если у вас какая-то обидная сатира, и тот, кому она адресована, вдруг пожалуется, то они будут, опять же, проверять, рассматривать, и, возможно, даже за сатиру вас забанят. По поводу художественного вымысла тоже не все так просто. То есть художественный вымысел вроде как не проверяется, но если он чем-то похож на правду, то есть если человек может спутать его с настоящими событиями, которые происходили в реальном мире, то это тоже можно проверить. В общем, получается, четких-то границ и нету, а когда нет четких границ, то появляется такое пространство для маневра, и можно любую, в принципе, статью взять и ограничить за это. Сказать, ну, не соответствует фактам. Ну, вот она вот кажется, что по-настоящему было. В общем, все, что не нравится, можно банить. При этом о проверке вас предупреждать никто не будет. Если у вас успешная статья начинает крутиться бешеными темпами, то ее легко бах и могут остановить. Вы даже не поймете, что произошло. Проверка занимает от 4 до 8 часов, но они говорят, что намного быстрее это будет проверяться, но, тем не менее, показы будут остановлены. Если со статьей все в порядке, то показы вернутся. Ну как? Ну, я надеюсь, что вернутся. А то у меня такое бывало, что статью ограничило алгоритмы, я писал в поддержку, что за фигня говорю, они через пару дней только отвечали, что говорили, ой, извините, мы ошиблись. Все, статья больше не ограничена. Причем на статье там было 40 показов, но видно, что ее остановили. И после этого ни одного дополнительного показа не появилось. Хотя статья все уже больше не ограничена, показов не появилось. Надеюсь, так не будет. Ну, а если все проверяющие нашли в вашей статье ложную или фейковую информацию, то статью вашу либо полностью ограничат, либо вообще удалят. Если кто-то из проверяющих нашел ложную информацию, другие сказали, что со статьей все в порядке, то есть мнения разделились, то для читателей появится значок, что, возможно, содержит фейковую информацию, содержит ложные факты. То есть такое предупреждение. Если канал регулярно публикует ложную информацию, фейковую, которую потом не получается через апелляцию доказать, что она нормальная, то канал такой тоже может быть заблокирован. Ну, то есть, если читать их вот эти вот правила, то, как я уже сказал, проверяют факты и цифры. Чтобы не попасть под проверку, не нужно использовать факты, цифры и цитаты. Довольно абсурдно. Ну, то есть, чтобы показать абсурдность ситуации, давайте представим, как мы пишем статью. То есть я беру какого-то политика, он мне не нравится, и я пишу личное обценочное мнение, где его критикую, говорю, что он такой-сякой, я считаю, что он не очень порядочный человек, ну, просто вот свое вот мнение. И все. И меня никто проверять не будет, потому что цифр и фактов, конечно же, нет. Если я пишу точно такую же статью, но вставляю какую-нибудь там цитату его, цитату этого политика, я имею в виду, и какие-то там факты, что он в 91-м году там взял там столько-то денег, потратил их там нецелевым методом, и вот это вот все выплескиваю на бумагу, скажем так, то меня, естественно, проверяют и вполне могут забанить. Почему? Потому что я не очень аккуратно передал факты и цифры. Абсурд. Там, кстати, на «Зен-понедельнике» задали очень хороший вопрос, а что если первый источник — это я, ну, то есть автор Дзена, если я там, скажем, шел и увидел, как этот политик тратит нецелевым методом эти средства, что тогда? А тогда они отвечают, что нужно указывать, кто вы конкретный человек, то есть имя, свою фамилию называть, что я такой-то, такой-то. Анонимные источники, инсайдеры там анонимные, они не будут учитываться, и они нигде и в СМИ не считаются никогда авторитетными источниками. То есть называть свое имя, фамилия, чтобы потом с вас можно было спросить за эту информацию. Но мне кажется, даже это не особо поможет. То есть вы себя раскроете, но никто вам так и не поверит. И Дзен все равно признает, что факты, которые вы там изложили, скорее всего, не очень добросовестные. Но опять же, это не Дзен проверяет, это опять же СМИ проверяют. Дзен просто им там доверяет, скажем так. Почему доверяет? Потому что набирал их сам. Кто эти люди вообще? Кто эти СМИ? Это вот крупные СМИ, о которых я в прошлом ролике говорил. Можете его посмотреть в подсказках, прикреплю. У них есть специальные отделы, которые проверяют факты. То есть существуют вот такие вот люди, которые для крупных СМИ проверяют какую-то информацию. Они остались, видимо, без крупных объемов работы и теперь помогают Дзену. У Дзена даже, кстати, можно подать сейчас заявку, если ты там какой-то СМИ, подаешь заявку, что хочешь тоже проверять факты. Там, кстати, условия отбора тоже не такие. Вот не всех подряд берут. Скажем, у вас в организации должен быть специальный отдел по проверке фактов, где есть опытные сотрудники, которые давно этим занимаются и только тогда, может быть, вас примут. Опять же, много ли компаний захочет участвовать в этой программе проверки фактов для Дзена или не очень много, мне кажется, зависит от того, какой гонорар они будут платить этим проверяющим. Но тут, кстати, один момент приятный есть. Если вашу статью несправедливо ограничили, вы подали апелляцию и выиграли эту апелляцию, там, прикрепили факты, доказали, что у вас все нормально, что у вас все правильно, то эти вот проверяющие, которые вас несправедливо ограничили, их накажут рублем, ну, скажем, недоплатят. То есть по договоре, как они говорят, у них указано, что если вы не очень хорошо проверяете публикации, если вы там ошибаетесь в фактах, то гонорар вам поменьше заплатят, либо там вообще не заплатят. Я не знаю, у меня нет этого договора, я не знаю, что там они прописали, но сами они сказали, что будут наказывать рублем. Так что, если вашу статью ограничили за недостоверные факты, а вы уверены, что с ней все в порядке, смело подавайте апелляцию, потому что нечего им загребать наши с вами авторские деньги с Яндекс.Дзена. Если мы хорошо пишем, то пусть эти деньги лучше будут наши. Система эта уже начала работать, ну, как минимум, я уже заметил, что мои статьи дольше как-то проверяются, немножко по-другому проверяются, связано это или нет, я пока что не знаю. У меня, кстати, одну статью два дня назад ограничили, появился красный кружок, перечеркнутый, и я подумал, что это может быть связано как раз с недостоверными фактами, но ее благополучно разбанили, то есть через два дня, и, возможно, даже и не связано. Разбанили после того, как я написал в техническую поддержку. Сказал, что у меня все источники есть, они там указаны, что вся информация достоверная, статью разбанили, возможно, ее ограничил алгоритм из-за названия, может быть, еще из-за чего-то, даже не буду пока предполагать. Если же у вас какую-то статью ограничились за недостоверные факты, пишите об этом в комментариях, как это вообще выглядит, что вы предприняли, чтобы ее разблокировать, и получилось ли. Ну, а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, на Инстаграм, тоже подписывайтесь. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok